Одна из самых важных проблем современного получения природных углеводородов и, в первую очередь, нефти. Конечно, возможно. Но когда на заседании комитета был поставлен вопрос, а вы сформулируете одному из членов нашего комитета, какие технологии в добыче вязких тяжелых нефтей сформулировал кто-нибудь из тех, кто предлагается на премию сейчас. К великому сожалению, представлявшие не могли это сформулировать. Я понимаю, что падение сейчас коэффициента извлечения нефти из недр связано с тем, что наши люди, которые заняты на производстве, они переходят к тяжелым нефтям, к очень маленьким месторождениям. Это очень тяжелая, так сказать, сейчас задача. Но найти технологии, которые позволяли бы коэффициент извлечения нефти увеличить. Вообще, такие технологии есть. Но, к великому сожалению, некоторые из них очень дорогие, а другие, значит, созданы, в общем-то, за рубежом. И можно было бы сформировать такую группу, и для нас не имеет никакого значения, это ученый или руководитель компании. Вот мы сейчас только что дали одному из директоров компании, которая, английской, которая, значит, занимается созданием новых технологий. Поэтому важно, чтобы была идея, очень важная, чтобы идея была теоретически обоснована, чтобы было создано какое-то технологическое решение, так сказать, и, наконец, это внедрено уже в производство, как раньше говорили. Поэтому, может быть, и президент компании, и те главные инженеры, так сказать, предприятия, которые есть, и руководители. И мы очень понимаем, что вообще, значит, сейчас нефтедобыча переходит к сложным, вообще, месторождениям, к разработке сложных залежей, к сложным условиям. Все это, так сказать, нам понятно, но, к великому сожалению, не представляются работы, которые бы действительно четко показывали, какие же методы можно будет революционно, так сказать, внедрить для того, чтобы поднять хотя бы, так сказать, коэффициент увеличения нефти на 5-10% для этих месторождений. Потому что у нас есть месторождение, действительно, в таких глинистых коллекторах с очень крупными, так сказать, ресурсами и даже с разведанными запасами, утвержденными в балансе, который находится компанией. Но, к великому сожалению, излечения, значит, представляется пока очень сложная задача. Это одна из самых сложных задач, вот тяжелые, вязкие нефти, и пока канадцы только смогли решить очень успешно эту задачу на месторождениях Атабаски. Вот, и к великому сожалению, значит, у нас подобных решений пока нет. У нас появились первые претенденты в этом направлении, это важно. Но я бы так мог пройти по всем направлениям, по которым мы давали премии, я могу сказать, что пока, значит, это может быть, ну, слишком, так сказать, самоуверенно я заявляю, но я могу сказать, что ни одной работы, которая бы, так сказать, замерла, и в ней не продолжалось дальнейшее, нету таких работ. Вот, вот я проанализировал этот список и начал, как бы, думаю, кто-то задаст такой вопрос, в общем-то, правильно ли давали. Но мне кажется, что вообще тут надо только смотреть тому, кому еще не дали, там прекрасные вообще есть работы. Вот, те работы, которые были отмечены, ну, буквально они все разные, даже включая ИТР, он сейчас делается, то есть установка, так сказать, во Франции превращается в полупроизводственную структуру. Так что, в общем-то, нет таких работ, которые бы остановились только на теоретических разработках и не шли вперед. Очень подавляющее большинство уже продвинулись вот в линию, значит, полупромышленного производства и даже производства. Поэтому я бы был, могу сказать, что я с первых дней вообще был участником этого совета и очень доволен тем, что действительно серьезное обсуждение и на международном уровне даже. Вот, ведь у нас членов совета половина иностранцев, половина российских ученых, поэтому это редкий случай вот в России. И поэтому мне кажется, что это очень правильное было решение. Потому что самая главная задача для сетевого комплекса, для энергетиков, это снижение потерь, это повышение надежности, это снижение стоимости передач или, ну, в данном случае для ФСК, стоимость своих услуг снижения, чтобы меньше мы давили на потребителя своими тарифами. И четвертое, наверное, это сегодня очень актуально для России, это опережающее развитие инфраструктуры, сетевого комплекса, в целом для всех отраслей, для всех регионов. Поэтому, конечно, нам нужны новые материалы, новые технологии, новые системы управления для того, чтобы обеспечить снижение потерь. Вот то, что сегодня мы обсуждали, и мы очень хорошо работаем с Академией наук, и с Костюком, и со многими другими учеными. Как раз на предмет сверхпроводимости, это одна из первейших, как говорится, задач снижения потерь. Потому что слишком дорогой ценой достается эта энергия, вот наши коллеги добывают, и мы, конечно, в наших сетях, в сетях высококлассного напряжения, около 5% потерь. Это все-таки большие затраты, это большие потери. И любой, мы пытаемся в течение трех лет, сформирована программа, вместе с Академией наук, у нас соглашение с Российской Академией наук, снизить потери свои на 25%. Вот 5% наши потери в сетях, вот на 25% надо снизить. Это, считаем, это серьезная задача. Главное, что идет движение вперед. Главное, что молодые ученые, опытные ученые, у них есть сегодня, глаза горят, есть движение. Повторюсь, может быть, вступительное свое слово, что вот чем больше мы общаемся с учеными нашей страны, в первую очередь, тем больше мы, я убеждаюсь, что настолько много интересных разработок и поддерживаю Николая Павловича, что у нас столько, если бы мы договорились в самом начале, что премии должны быть ограничены, тогда вроде бы соревновательности какой-то нет, да, но столько много разработок, которые надо просто поддерживать и внедрять. Вот самое сложное сейчас, и ученые нас критикуют по делу, что есть открытие, есть разработки, есть эффект, надо внедрять. Вот дело внедрения у нас, конечно, идет слабо, потому что вот это конкуренция, это тендеры, это конкурсы, и не всегда вот эти механизмы, они оправданы, потому что надо поддерживать своих российских ученых, свои российские разработки.